Всем привет! Добро пожаловать на мой канал Виски Панорама. Меня зовут Дмитрий и здесь я, как всегда, делюсь впечатлением со своими друзьями-единомышленниками и, как чаще всего, дегустирую виски. Хотя сегодня мы не будем ничего дегустировать, по причине, о которой я расскажу через пару минут. Дело в том, что несколько обзоров назад я сделал ролик своего рода топ-10 моих любимых односолодных виски начальной линейки. Там были в основном виски 10-12 летней выдержки. И, по моему мнению, это такой ультимативный топ-10 мой был. И в связи с этим появилось много комментариев, в которых спрашивали люди, и до этого меня, кстати, спрашивали очень часто в комментариях, какие виски я не рекомендовал бы и почему бы не сделать топ-10 своеобразный антитоп. 10-10 те виски, которые я считаю недостойными, плохими или, как я вижу со своей позиции, те виски, на которые я бы не потратил ни копейки своих денег и на которые я, естественно, не трачу. Вот. И на что я ответил, что придется покупать для наглядности все эти бутылки, все это, извиняюсь за французский, все это говно. Вот. Но потом, раскинув мозгами, я понял, что, в принципе, поскольку меня все знают во всех специализированных магазинах моего города, в некоторых из них я работал, вот я договорился, просто одолжил все эти бутылочки на время, так сказать, для наглядности, для съемок. И, естественно, не потратив ни копейки на это, я сделаю вот этот обзор и познакомлю вас с так называемым моим топ-10 тех виски, на которые я не хочу и не потрачу ни одной своей копейки шекеля в моем случае. Вот. Так называемые говнорейтинги, я его назвал. Вот. Собственно, начнем давайте. Первая бутылочка связана, которая называется Катисарк, вот эта вот деленая бутылочка с желтой наклейкой. Это была первая бутылка виски, который, это был первый виски в жизни, который я пил. И связана эта история, в общем-то, это было в 86-м или 87-м году, я поехал очередной раз в Москву, и в магазине я увидел виски. До этого я никогда не пробовал виски и решил, что все-таки надо купить для 87-го года. Насколько я помню, он стоил то ли 16,5 рублей, то ли 17,5 рублей. Для 86-го года и зарплаты средние в 120 рублей, в общем-то, были немалые деньги, но при этом я, у меня была цель, я решил, так сказать, удивить свою подругу на тот момент. И приобрел все-таки эту бутылку, приготовился к распитию, пригласил ее к себе домой. Это было очень смешно, в том плане, что как пить правильно виски мы знали только из фильмов, типа виски с содовой или виски со льдом. Приготовил я и то, и то. Кока-колы тогда, к сожалению, не было, и тогда еще не знали, что можно пить виски с кока-колой. Слава богу, кстати, поскольку если бы я достал кока-колу, а тогда не было кока-колы, было пепси-кола. Ну и она была в нашей провинции большой редкостью. И слава богу, может быть, с кока-колой мне бы он понравился, я бы продолжал именно так и пить виски. Но приготовил я плитку шоколада, содовую и лед. Открыли мы эту бутылку и, к сожалению, да, это было такое какое-то самогоновое, причем, обратите внимание, это был 86 или 87 год, не помню точно. Это были 80-е годы, когда виски индустрия в Шотландии переживала очень тяжелые времена. Это тот период, когда закрылось очень много дистиллерий в Шотландии, некоторые из которых сегодня очень айконические и редкие. И тот период был таким периодом, когда производители виски старались увеличить, то есть качество продукта, чтобы каким-то образом удержаться на рынке. И даже заурядные, насколько я знаю, насколько я читал, насколько я слышал, даже заурядные бленды того периода, разлива 80-х годов, были довольно серьезного качества. Добавлялись спирты, которые были более выдержанные в бленд, более качественные, качественные бочки и прочее, прочее. И даже тогда этот виски отбил мне желание пить виски на 10 лет вперед, наверное. 10 лет, когда мы, в течение следующих 10 лет, когда мне предлагали виски, я говорю, не-не-не, я самогон не пью. То, что я сейчас слышу от многих своего рода любителей. Ну, вот такая вот история Кати Сарк. Я, опять же, весь этот рейтинг мой, он не будет как-то вот это самый нелюбимый, а 10-й будет там самый любимый из нелюбимых. Это просто я никак не связано с номером. Все они недостойны моего уважения. Ну, давайте, наверное, перейдем к другому бленду. Всем известному вам это Джонни Уокер Red Label. Джонни Уокер Red Label в 80-х годах, кстати, я слышал, что качество его было намного-намного выше, чем качество этого напитка сейчас. Причем, работав в магазине, я удивлялся, как люди, при том, при том, при том, при том, при всем, что разница между Red Label и Black Label совсем небольшая. В нашем случае порядка, там, 30 шекелей разница бутылки Red Label от Black Label. Разница в качестве огромная. И я удивлялся, почему люди покупают Red, если можно добавить 20 или 30 шекелей и купить Black, который уже достойный бленд и который можно пить. Вот, но это загадка, которую до сих пор я не могу решить. Возможно, людям все равно, что пить. Главное, чтобы градус был. Red Label. Соответственно, один из тоже таких известных блендов, как Grants. Обычный Grants, хотя сейчас у этого бленда в линейке присутствуют виски, которые там выдержаны в разных бочках. Опять же, это какой-то определенный тренд сейчас. И даже какие-то дешевые бленды на этикетке указываются в бочках из-под Хереса и в бочках из-под еще чего-то. Неважно, Grants это тот виски, который я... Хотя бутылочка красивая, производится, кстати, производителем известной компании, которая производит такие виски, как Glenfiddich, Belvenia и Canon View. Тоже треугольная бутылочка, как у Glenfiddich. Чиво с Ригал. Не удивляйтесь, сейчас многие будут плеваться и говорить, что я что-то... Мне очень часто... Это, кстати, к вопросу о том, почему я никогда не делал обзор на Чиво с Ригал, на обычный Чиво с Ригал 12-летний. Это тот виски, который я никогда не покупаю, хотя пил я его и не раз. Вообще все, что здесь вы увидите, это виски, которые опробованы мною, и впечатления от которых... То есть это не какое-то огульное... Вот это я не буду брать, потому что... Просто потому что... Все это опробовано, все это я пробовал, и у меня сложилось определенное впечатление. Чиво с Ригал, я никогда не буду делать на него обзор на 12-летний, хотя 18-летний неплох, как бленд, вот. Но, опять же, все дело доступности. За ту цену, за которую хотят 18-летний Чиво, я могу достойные односолодовые виски купить, поэтому, соответственно, вы понимаете, моя чаша весов склонится всегда в сторону какого-нибудь достойного односолодого, чем 18-летнего Чиво с Ригала. 12-летний я точно никогда покупать не буду. И тут же у нас к вопросу о популярности. Кстати, один из самых популярных я вижу у себя по ресторану, особенно у русских туристов, Чиво с Ригал и Джеймисон. Это два самых популярных бленда. Тут мы имеем дело с блендом ирландским. И он тоже очень популярен, насколько я знаю, в России, на таком масс-маркет. Но это бленд, который я не буду никогда покупать тоже, никогда его и не покупаю. Джеймисоны есть тоже хорошие, есть выдержанные Джеймисоны, но цены у них какие-то запредельные. За Джеймисон Голд, например, хотят ту же цену, которую у нас стоит 18-летний Глендронок. Даже, по-моему, чуть дороже. Не вижу смысла. Дальше. Чи-Эн-Би. Все наверняка видели эту известную бутылочку. Джестерин и Брукс. Обычный Чи-Эн-Би. И я делал, кстати, обзор на Джеймисон 15 лет выдержки пару лет назад. И достойный, абсолютно достойный бленд, которому я поставил довольно высокую оценку. Этот продукт я не буду пить ни за какие деньги. Примерно он мне напоминает тот же Кати Сарк. Такое определенное дежавю, может быть, потому что зеленая бутылочка, желтая этикетка. Но абсолютно точно Джи-Эн-Би это не мой напиток. Опять же, задену сейчас чувство верующих, в кавычках. Но Баллентайнс это тоже тот напиток, который я... Хотя я знаю, что многим он нравится, но это тот напиток, который я никогда не куплю за свои деньги. Тоже всем известный бленд. Я рассказывал историю Баллентайнс в формате своего обзора на Гленбурги, 15-летние, ту серию, которая вышла под брендом Баллентайнс. Я рассказал немножко о производителе. Но это вот простой Баллентайнс, хотя выдержанные Баллентайнсы, опять же, в общем-то достойные бленды, 12-17-летние. Но при этом, опять же, мы возвращаемся к вопросу цены. И за цену 12-летнего Баллентайнса я могу взять 12-летний Глен Ливит. Соответственно, вы понимаете, в какую сторону пойдет чаша весов. Еще один известный бленд. Красивая бутылочка. Лаудерс. Лаудерс у нас такой, я бы назвал его, корпоративный виски. Очень часто его покупали на всякие такие корпоративные мероприятия, в разных компаниях, где я работал. Поскольку бутылочка красивая, такая вот очень даже симпатичная, цена приемлемая, и продавался он чаще всего в таком формате бутылка-литровая. То есть, еще и много его. Поэтому он пользовался популярностью, хотя пить его, конечно, тоже гадость еще-то редкая. Вот. Еще один очень популярный, насколько я знаю, в России бленд, это бушмиллс. Хотя бушмиллсы, у бушмиллсов есть несколько серий. Бушмиллс, white label, это вот самый простой, самый доступный и самый, наверное, продаваемый бушмиллс. Хотя в бушмиллсе есть очень достойная линейка солодовых виски, 10-летний, 15-летний, 21 год, хотя 21 год, по-моему, уже не выпускают, но неважно. У них есть достойная, и даже black bush, который подороже будет, он, в общем-то, достойный бленд. White label? No, no, no. И последнее, последнее тут, я хочу пару слов сказать насчет этого напитка. Этот виски, на который я тоже не потрачу никогда своих денег. Это Macallan, раньше он назывался Fine Oak, сейчас он называется Triple Cask. Вот, собственно, ну, чем он и является. Fine Oak тоже был, соответственно, Triple Cask, просто название, которое было не информативно, а тут отдать им должное, в общем-то, они более информативно сделали, то есть показали, что это Triple Cask. Но почему я включил его в свой рейтинг, это потому что Macallan, я пробовал первый раз Macallan Fine Oak, где-то лет 7 назад, тогда он был очень дорогой в Израиле вообще, это было еще до алкогольной реформы, и я скажу, что тогда он мне понравился, те разливы, там, если взять разливы 10-летней давности, это был такой, я бы не сказал, шедевр, но это был нормальный питки виски, который не имел off-notes, это было, не было сивушности. То, что сейчас они делают, это, я считаю, они должны стыдиться того, что они делают, и еще больше стыдиться того, какие деньги они за это просят. Это касается, кстати, не только 12-летнего Fine Oak или Triple Cask, это касается и 12-летнего Sherry Cask, это касается и более выдержанных Macallan и специальных всяких релизов. Я был буквально недавно, несколько месяцев назад на дегустации Macallan, где мы дегустировали основную линейку, плюс был там бутылка Rare Old, так называемая серия, которая вышла, которая стоит на минуточку больше 300 с чем-то долларов, эта бутылка. Я вам скажу, что, ну да, он получше, чем 12-летний. Но платить за него даже 100 долларов я не стал бы, а уж тем более 300 с чем-то, хотя бутылка сама красивая, коробка просто супер-дупер. Но мне кажется, что Macallan, и я вот большой противник этой дистиллерии, хотя я пробовал замечательные виски от Macallan, я считаю, что они должны или начать бутылировать более качественные вещи, или пройти до этого гораздо меньше денег. И меня всегда поражает вот люди, которые ведутся вот на это. Ну, видимо, да, с маркетингом у них, наверное, все хорошо, и вкладываются, наверное, большие деньги в популяризацию бренда и прочее, прочее. Но этот виски, который я никогда не выложу свои деньги, хотя сейчас он даже на акции есть в одном месте, вот, не буду говорить где, и даже не спрашивайте. Вот. Но, собственно, вот это мой антирейтинг. Не знаю, понравился, наверное. Наверное, где-то в комментариях меня забомбят, вот, но это честно, это честно. Те виски, хотя на месте многих из них могли оказаться еще там с десяток доступных и дешевых, еще худших блендов, я просто взял те бренды, которые у всех на виду, те бренды, которые в основном представлены в большинстве, я не знаю, баров, ресторанов и прочее, прочее. И это мое чисто субъективное мнение на этот вопрос. А вы самое главное, пейте правильно, пейте ответственно и пейте качественные напитки. Мы с вами еще раз встретимся.